Всем привет, меня зовут Павел Нагобидьянц, я представляю компанию Сапкор. У кого есть помидоры, просьба это наконец презентация ставить. Выступаю первый раз и решил собственно рассказать то, с чего я начинал и в принципе, что мне нужно было от оборудования микротик. Так уж сложилось, особенно с нынешним курсом доллара, что не все железки, даже из SOHO сегмента поддерживают работу с несколькими провайдерами и позволяют полностью контролировать трафик, так как это нужно системным администраторам в среднем и малом бизнесе. Про крупные мы не говорим, у них есть свои методы резервирования и балансировки. Что я хотел получить? Я хотел получить простое решение в настройке относительно, хотел получить отказоустойчивость и при этом не хотел, чтобы второй канал простаивал. Эпоха по мегабитных тарифам прошла, а предприятиям как нужен был стабильный доступ в интернет, так и есть. Но мы все реалисты и ни один провайдер даже предоставляемому услугу VPN не даст стопроцентной гарантии. Поэтому немножко обо мне. Я не так давно тоже проходил курсы по микротику, потому что немножко устал читать вики и чужие статьи, решил, что это будет быстрее. На мой субъективный взгляд получилось реально быстрее. Во всяком случае, то, что хотелось настроить, мы настроили. Собственно говоря, зачем все это? Ну, 90% бизнеса у нас уже реально зависит от канала доступа в интернет, учитывая последний тренд в облака, так как у людей сейчас реально нет денег на покупку серверов, проще их арендовать. Соответственно, мы здесь опять упираемся во внешние каналы. Но опять же, ни один провайдер не гарантирует стопроцентной доступности канала. Обидно, когда второй канал простаивает. И есть такие предприятия, которым одного канала мало. И приходится тянуть в любом случае второй, как-то роутер учить с этим делом работать. Собственно говоря, все это делается в первую очередь для отказоустойчивости. И как же это вообще можно реализовать на микротике? Отказоустойчивость можно реализовать коротко, просто о методах, которые есть. Дистанциями маршрутов по умолчанию. Но сегодня разговор не об этом, потому что получается схема активный канал и неактивный. ACMP – это обычный роутинг, он подключение по кругу пускает. Policy-based роутинг об этом подробно расскажет, наверное, подробно. Алексей, у которого там супер вещи есть по контролю над трафиком. И в совокупности можно это все дело использовать. И Per-connection classifier. То, о чем, собственно, сегодня и буду рассказывать. Прежде чем перейти непосредственно к описанию Per-connection classifier, нужно немножко точек поставить, что мы распределяем соединения, а не пакеты. Потому что, чтобы распределять пакеты, это какие-то бондинг интерфейсы, это требует реализации со стороны провайдера на той стороне. Ну и тем самым привязывает нас к оборудованию. Здесь мы от этого уходим. Нам нежелательно использовать DNS провайдера. В случае двух провайдеров. Либо явно указать маршруты до их DNS. Но и это не всегда хорошо, потому что у многих провайдеров есть локальные зеркала ресурсов, к которым мы обращаемся. И обратившись к DNS провайдера одного, но работая на канале другого провайдера, мы можем получить несуществующий, недоступный для нас адрес. И так как повсеместно у нас используется NAT в сетях предприятий среднего и малого бизнеса, нам нужно учитывать, что он есть. Просто понимать, что он есть. И, собственно, при работе двух каналов, такая маленькая схемка, может возникнуть такой вариант, для примера, когда мы захотим обратиться к нашему роутеру извне. И обратившись на адрес, допустим, 4 единицы, может получиться так, что роутер нам ответит с другого интерфейса, с адреса 2.2.2. Ну, тем самым наше устройство просто не распознает этот пакет, дропнет его, и связи у нас не получится. Для этого есть там механизм для корректной работы, скажем так, доступности роутера извне. Первая, ну, такая схема, для работы с роутером извне нам необходима дополнительная маркировка соединений. То есть нам по-хорошему нужно просто маркировать все входящие подключения в цепочке input, и после этого маркировать маршрут, в аутпуте, чтобы если нам пакет пришел на интерфейс один, то пакет у нас и ушел с этого интерфейса, чтобы не было неразберихи. Тем самым роутер у нас будет доступен. Вот. Собственно говоря, маленький пример маркировки. Здесь мы в цепочке input маркируем входящие соединения на интерфейс First ASP, вот, и, ну, естественно, делаем метку Connection First ASP. И после этого на основании помеченных соединений мы маркируем маршрут. Вот. После этого в таблице маршрутизации будет создаваться роутер. Это нас обезопасит от того, чтобы мы могли все-таки достучаться до роутера. Ну, собственно говоря, что такое Per-Connection Classifier? Это классификация соединений, которая работает по следующему алгоритму. Все мы знаем, что пакет имеет адрес источника, адрес назначения, адрес источника и адрес назначения. Что делает, собственно говоря, PCC? Он создает хэш у пакета, вот, и, ну, в уникальном формате. И эти данные хэша используют для маркировки трафика. То есть он делит коннекшены. При этом можно делить коннекшены по разным признакам. Ну, вот для примера выбор. Можно делать бус адресис, это совокупность source и destination адреса. Можно делать совокупность адресов, исходящего и входящего, грубо говоря, и портов. Вот. Очень хорошо там работает в случае там с соединениями, которые открывают дополнительные соединения. Вот. Можно по просто адресу назначения, либо по адресу источника делать. То есть, в принципе, всевозможные комбинации здесь перечислены. Вот. Каким образом, собственно говоря, делится трафик? Вот. У PCC все просто. Если у нас два канала, то мы, грубо говоря, это такая математика. Ну, мне так стало понятно. Если мы от двух отнимаем ноль, вот, получается два. Это, грубо говоря, второй канал. Если от двух отнимаем один, получается один. Ну, то есть, два минус два получается ноль. В случае, если бы у нас было три канала, мы бы писали три ноль, три один, три два. И тем самым балансировали нагрузку. Или, например, у нас неравнозначные каналы. Мы можем один канал указать несколько раз для того, чтобы примерно пропорционально эти скорости уравнять. Здесь не очень это пропорционально работает, как в пакетах. То есть, мы идеальных ровных скоростей на обоих каналах не увидим. Но два канала будут утилизироваться, и трафик будет ходить по тому каналу, с которого он пришел. То есть, это схема рабочая. Вот такой простой пример сети. Нарисовал. У нас есть два провайдера. У нас есть внутренняя сеть одноранговая. У нас есть роутер, микротик. И, собственно говоря, с чего нам нужно начать, чтобы все это работало. Ну, первоначально мы прописываем адреса на интерфейсах. То есть, прописываем локальную сеть 168.00. Прописываем IP-адрес одного провайдера и второго. После этого мы создаем правила в Firewall для того, чтобы работал маскарад. NAT. Причем, каждое правило на отдельного провайдера. Ну, то есть, каждый NAT на своего провайдера. После этого нам нужно создать маршруты. Да, все верно. Мы создаем маршруты в сторону каждого провайдера. Но создаем их следующим образом. Я немножко потом вернусь к этому слайду. Сейчас расскажу про саму маркировку. Чтобы у нас все работало, нам нужно промаркировать входящий трафик извне. Это делается в таблице Mangle на таблице Input. Это мы делаем для того, чтобы мы могли подключаться к роутеру извне. То есть, это не сама задача балансировки. Отлавливая в цепочке Input подключений, маркируя их для каждого провайдера, мы с помощью этого сможем отвечать через тот же интерфейс, на который пришел к нам запрос. А дальше мы средствами PerConnection Classifier'а будем и маркировать одновременно трафик, и эта маркировка будет, собственно говоря, базой деления канала. Делается это в таблице PreRouting. Мы указываем обязательно InInterface. Мы исключаем, что адрес назначения в локальной сети является локальный адрес, потому что нам ни к чему для локальных адресов утилизировать два канала. И указываем, я пользуюсь BoostAddresses. 2.0 это первый канал, и BoostAddresses 2.1 это второй канал. Получается так, что у нас PerConnection Classifier, получая соединение, начинает их делить, коннекшены, с помощью хэша, алгоритм указан BoostAddresses. Это адрес источника и адрес назначения. И эти пакеты у нас убегают с маркировкой. Но для того, чтобы у нас все это бегало в роутере правильно, нам нужно создать маршруты. Точнее, маркированный трафик превратить в маршруты. Это делается также в цепочке PreRouting для деления трафика, для PerConnection Classifier. Также для первого провайдера и для второго. И также мы маркировку превращаем в маршруты, для того, чтобы мы могли достучаться до нашего роутера извне, в цепочках Output. То есть, получается, Input, Output – это у нас то, что к роутеру приходит. PreRouting – это то, что мимо роутера ходит. После того, как мы все это дело промаркировали, мы возвращаемся к созданию маршрутов. Тут самое интересное. Мы указываем сначала базовые маршруты. Допустим, у нас шлюз 10.001 – это шлюз первого провайдера. Мы указываем первую дистанцию и марку роутинга. То есть, те пакеты, которые промаркировались у нас на первый канал, они будут выходить через него. Но в случае отказа, скажем так, второго канала, нам же с этим трафиком тоже что-то нужно делать. Мы поэтому добавляем маршрут со второй дистанции, для того, чтобы если второй канал у нас не работает, трафик, который маркируется на второй канал, выход, выходил у нас через первый. То же самое мы аналогично делаем для второго маршрута. То есть, эти маршруты у нас идут, это идет деление, когда трафик инициирован клиентами внутри нашей сети. То есть, перконнекшн классифайер, грубо говоря, делит исходящие соединения. Но также канал может упасть, поэтому мы делаем по два маршрута для каждого провайдера. То есть, если второй упал, то он со своим промаркированным трафиком уйдет через шлюз первого провайдера. Если первый упал, то он уйдет через шлюз второго провайдера. Ну и, собственно говоря, под третьим-четвертым дистанцией идут обычные маршруты по умолчанию. Вот. Да, все верно. Да, это разные таблицы маршрутизации. Три-четыре, да. Это main. В любом случае, если пакет не может уйти через кастомную таблицу маршрутизации, это когда мы помечаем роуты, он в любом случае уйдет из таблицы основной. Да. Да, потом пойдет по четвертому. Да, но если третий у нас отказал, то будет четвертый. Вот примерно все вот так. Я как-то сумбурно и коротко. Ну вот ночной тест, собственно говоря. Один канал 25,8 мегабита, второй 23,1. Качаю я программное обеспечение с одного торрент-трекера. В принципе, нагрузка более-менее ровная. Но идеальной нагрузки в случае, когда мы оперируем коннекшенами, мы не добьемся. Но это позволяет утилизировать и два канала. И прибавляет нам отказоустойчивости для предприятий. Из лоуд-балансинга, который работает там с защищенными соединениями, вот часто с HTTPS сайтами бывают проблемы. Для меня это было самое подходящее решение и которое простое в настройке. В принципе, работает, но пока не жалуюсь. Если есть вопросы, готов, наверное. В этом случае я понял, классный вопрос. Да, нам не всегда удается уговорить провайдера выдавать нам подключение. В случае, если это PPPoE, допустим, подключение, то можно шлюзом указывать само подключение PPPoE. В случае, если провайдер нам выдает в динамике адреса, но мы реально понимаем, что они в принципе постоянные, можно в DHCP клиенте в опции убрать галочку Add Default Road и ручками потом прописать маршрут. Вообще, скрипты тоже используют, но если есть возможность не использовать скрипты, лучше их не использовать. Если у всех каналов один и тот же шлюз, я, честно говоря, не экспериментировал, но я знаю, что можно указать через знак процента интерфейс. Но это нужно тестировать. То есть мы указываем адрес. Работает? Да, через знак процента мы указываем интерфейс и тем самым уезжаем. Более того, в случае, когда у нас одинаковые адреса у роутера, мы можем использовать VRF. Это, грубо говоря, отдельная таблица маршрутизации в роутере. Это решение уже такое более сложное, но я видел ребят, которые поставили отдельный роутер и не парились. Ну, в принципе, как шлюз. Ну, тоже решение, тоже работает. Не обязательно. Ну, понятно, но можно же роутить клиентов из одной в другую таблицу. Я, честно говоря, не сильно компетентен в VRF, но есть пример во Владивостоке сети, где мой коллега настраивал, где работает VRF, но, тем не менее, клиенты находятся в одной сети. Надо будет посмотреть. Ну, я думаю, что ребята помогут. Ну, тогда мы просто, грубо говоря, из двух каналов делаем четыре. И как Boost Addresses, да, мы указываем, вот. Мы, допустим, у нас один канал 30 мегабит, второй 60. В этом случае мы просто сделаем 3.0, 3.1, 3.2 и укажем первые два на один шлюз, на канал, который у нас там потолще, и третий на канал, который потоньше. Вот. Если есть вопросы, задавайте, у меня вроде получается отвечать. Ну, да, выложу. Единственное, я ее немножко правил, поэтому я сегодня вечером загружу это на роутер, проверю, что это реально работает, и после этого выложу. Да, конечно, выложу, все презентации будут. Вот. Ну, да. Ну, когда дома есть микротики, оставшиеся после обучения, приятнее запихивать это все в железный микротик, а не в ГНС. Ну, в общем, спасибо за внимание. Если будут еще какие-то вопросы, подходите, поболтаем, я всегда рад. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.